Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины и я продолжаю вас знакомить с садами и парками Буэнос-Айреса. Сегодня мы с вами находимся в японском саду, как нетрудно догадаться по моему окружению. Это самый большой японский сад за пределами самой Японии. Идемте знакомиться с этим садом. Японский сад был разбит в городе Буэнос-Айрес в 1967 году. Японская община здесь проживающая по случаю визита императора Японии в город Буэнос-Айрес. Это одно из любимых мест отдыха у жителей города Буэнос-Айреса и, конечно же, прежде всего, у жителей Палермо. Продолжение следует... Буквально всего 2-3 недели, как закончили свое цветение. А в зале, видите, вот редкие красные розовые цветочки, их можно увидеть. Это вот такой здесь небольшой водопадик. Ну, какой же японский сад без воды? Продолжение следует... Поехали... Каждый элемент в японском саду имеет свое значение. И мосты, которые здесь все выкрашены в красный цвет, это переход из одного мира в другой. Вот этот изогнутый мост, например, это переход в райскую жизнь. И сейчас я нахожусь на райском острове. У вас тоже будет эта возможность, когда вы приедете прогуляться по японскому саду Буэнос-Айреса. Продолжение следует... На территории японского сада в Буэнос-Айрес есть свой рассадник, где выращивают бонсай. И, кстати, их саженцы также можно здесь купить и посадить у себя дома. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Также на территории японского сада можно встретить такой чайный домик, в котором демонстрируются все необходимые элементы для знаменитой церемонии чая. А в соседних дверях не только предметы для чайной церемонии, но еще какой-то неведомый мне чем музыкальный инструмент. И, по-моему, вот эта его музыка постоянно здесь и звучит в саду. И все-таки я для вас нашла хотя бы одну шикарно цветущую азалию. Правда, их на самом деле здесь есть больше цветущих кустов, но очень мало, к сожалению, их сезон закончился. Но вы можете увидеть цветущие азалии на моих других видео из Палермо. Согласно табличке, которая здесь вот находится, на заднем плане, вон, смотрите, как раз цветет дерево. Сейчас постараюсь прочитать, как оно называется. Так, внимание, читаю. Хибоку-хую-моку. Это дерево, которое пережило атомную бомбардировку Хиросимы. Смотрите, как красиво цветет это дерево. Подойти близко не могу, поскольку по траве здесь по газонам не ходить. Но могу немножко приблизить видео. Они меня атакуют. Я пытаюсь от них убежать. Они за мной, за мной, за мной, за мной. Ой, слава богу, на травку перебежали. А, пошли жаратки попросить. Попрошайки. И даже вот есть такой знаменитый традиционный японский колокол, чтобы в него ударить на счастье. Оно, как и все в Аргентине, здесь перегорожено. В принципе, это и неудивительно, потому что в Буэнос-Айресе живет 15 миллионов. Представь, если все эти 15 миллионов захотят подергать за этот колокол или походить по траве, что от всего этого останется. Поэтому приходится ограничивать доступ к населению. Колокол мира называется. Очень красивые экземпляры бонсая свисают над водой. И даже нашла дерево моей любимой камелии. Ну, сейчас в Аргентине весна, не сезон. Остались лишь редко-редко цветущие бутоны. Главное, что есть. А, это растение я вам очень часто показывала. Из Испании. И вот нашла я его. О, и здесь, в японском саду города Буэнос-Айреса. Это гинго-белоба. Дерево, которому много-много миллионов лет. Видите, какие у них характерные и красивые листики. Это, наверное, одно из самых сложных здесь строений моста, который называется мост-зигзаг. И символизирует он трудность принятия решений в этой жизни. Никогда не знаешь, какое из них все-таки на самом деле будет правильным. Вот такое вот здесь мимишное дерево с омамори. Это такие вот записочки с пожеланиями здоровья, удачи. И, кстати, написано, что любовь заказывать с ними нельзя. Только удачу и здоровье. Ну, а вот с другой стороны ларька еще несколько этих деревьев. Ну, и, конечно же, вот такие воздушные карпы. Вот стоило начать мне снимать, и ветер перестал. Хотя сегодня ветер почти 30 километров в час. Ну, видите, висят. И снова я возле моста-зигзаг с другой стороны. Такое огромное количество людей на нем, которые все никак не могут, наверное, принять решение. А вот и уточки выползли. Орегами в виде журавлей. Здесь просто в неимоверном количестве. Нам всем сейчас нужен мир. Пусть так и будет. На территории японского сада есть помещение, где проводят занятия для детей. Вот, например, вот такие оригами сделаны руками детей. Учат детей рисовать в местной технике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Помните, как в 80-е мы любили делать ики-баны? Они здесь тоже есть для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Также здесь есть кафетерия, где можно попробовать японскую кухню, суши или прекрасный японский чай. Поскольку мой оператор суши не ест, у меня сегодня новый оператор, поэтому мы взяли только традиционный японский чай, который сейчас и буду наливать. Субтитры создавал DimaTorzok Но после того, как мы сказали, что будем снимать видео для России, нам любезно накрыли столик и на террасе. Вот такие вот они, аргентинцы. На здоровье! И в конце прогулки по ботаническому саду можно зайти вот в такой их местный магазинчик, где продаются различные ароматические травы и цветы. Ай, посмотрите, какие томатики! Сколько они стоят? Чуть больше одного евро. Субтитры создавал DimaTorzok И даже вот такие вот бонсайчики можно здесь купить себе домой. Ух, ценники какие! Этот вот небольшой бонзайчик стоит, сейчас скажу, около 70 долларов. И это сосна. Ценник не указан, наверное, чтобы не шокировать. Это вот все в продаже. Вау, какой красивый бонсай! Просто потрясающе! Посмотрите, как корни у него выходят. Ой, это омбу. Это трава. Правда, вчера я видела в парке Ривадави огромнейшее дерево омбу. Но мне сказали, нет, это не дерево. Это трава. Вот сейчас я верю, что это трава. Это, если я правильно поняла, медитирующая обезьяна. Субтитры создавал DimaTorzok И, наконец-то, я ее нашла. Последнее дерево осталось. Сакуры, которая отсвела уже. Но мне всегда везет. Вот здесь я тоже смогла найти цветущую сакуру для вас. Ну, какой же японский сад без сад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Середина октября. А уже какие огромные плоды персиков на дереве. Аргентина не перестает удивлять. Ведь если это сравнивать с Европой, то у нас сейчас середина апреля. По большому счету только должно начинаться цветение персиков. А здесь уже какие огромные плоды. Это беседка из глицинии. Глициния тоже уже у нас отцвела. Вот попала я в такую эпоху, в этот сад, когда уже здесь все отцвело. Но от этого он не перестает быть менее привлекательным. Потрясающе красивое место. Всем вам обязательно рекомендую побывать здесь. Вход всего где-то полтора доллара. Ну, а это, если вы не узнали, это статуя самурая. Не так страшен, как его молюют. Вот и закончился наш визит в японский сад на территории города Буэнос-Айрес. Еще раз напомню, что это самый большой японский сад за пределами самой Японии. Если вам понравилось мое видео, вон там, вот внизу, ставьте лайк. Не забудьте подписаться на мой канал, кто еще не подписался, чтобы не пропустить новые видео, потому что впереди еще более интересные истории не только Буэнос-Айреса, но и всей Аргентины. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok